хорошо значит мы с вами на прошлом уроке говорили про то что у нас есть муптада есть хабар и говорили про виды хабара правильно давайте вспомним будет в чате какие у нас есть виды хабар то есть хабар бывает выражен чем давайте в чате каждый вспоминает что помнить чем бывает выражен хабар хабар муфрод что здесь для муфрод то есть своими словами да не просто давайте не не как сказать не заученными фразами а вот как вы понимаете муфрод муфрод это что то есть что такое хабар муфрод да одним словом может быть муфрод все что является предложение не поняла все что является предложением это как муфрод это ну каким-то словом на это слово это слово может быть именем существительным или цифрой например да то есть это будет хабар муфрод нет это не единственное число муфрода используется еще в значении единственное число если мы скажем муфрод это в разряде когда мы говорим как как бы число имен то что есть муфрод там мусорна и джама да то есть это здесь мусор значение что он один как одно имя или одно слово часть встречи которые образуют предложение что это к чему я говорила про то что напишите как и какие есть виды хабаров часть встречи которые образуют предложение то есть что то что иметь ввиду непонятно одним словом или несколькими словами несколько то есть может быть хабар это несколько слов одним словом этому муфрод тут еще важно что муфрод это вот например варф да он тоже может быть муфрод ну в смысле так я выражусь варф тоже может быть одним одно слово варф это тоже может быть одно слово поэтому здесь нужно внимательно что было или например если напишу как одно слово например или и или фиги например это одно слово как бы состоящие из двух слов по сути поэтому здесь важно понять да что имеется под муфродом то есть по сути муфрод это если вот остальные забрать то есть джумля джумля и смея у нас дает и фиоли на глагольное именное предложение и варф первую маджуру и все остальное вот это у нас мусор это все остальное будет муфрод здесь важно что иногда путает на примере если я скажу давайте такой пример вот сейчас напишу пример мухаммаду мухаммаду модели сунджедит что у нас здесь мог тогда что у нас здесь мог тогда какой вид хабара у нас здесь какой у нас вид хабара вид пока не станет говорю что а какой вид хабара мухаммаду модели сунджедит да так пишут муфрод но не все написали а может кого-то другое мнение есть сестры остальные что думают остальные сомнения так 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 кто у нас взяты вашего не вижу ответа фируза манара где ваши ответы остальные всех по именам все хотят внимание как дети маленькие так давайте по именам называть ум то с ним кто-то у нас он хаффи да это предлагает что это муфрод все как-то а может джури и смея на муж через смотрите да то есть по сути но я специально здесь дала два слова что вы подумали муфрод мы говорили о том что это как бы одно имя а теперь тут вроде два и непонятно в чему да то есть по сути у нас здесь мухаммаду модели сунг мухаммад учитель но здесь у нас есть сифа это сифа она идет вместе с хабаром хабаром но она не является хабаром да то без него может существовать мухаммаду модели сунг то есть мы когда и здесь хабар а дополнительное второстепенно слово это дедит мухаммаду удалить это цифра это не хабар когда действительно у нас здесь хабар муфры также многие сестры задавали вопросы писали в личку там беспокоились беспокоились о том что сложности с глагольными предложениями там вышла или вообще с предложениями когда хабар виде предложения смотрите и у нас в основе так что мог тогда стоит в основе на первом месте но не всегда это сто процентов бывает но в основе предложения мог тогда на первом месте и на примере я хочу поменять сделать давайте примеры свои дайте вот чтобы модернизировать данное предложение чтобы хабар был джумлей сми вот в чате давайте что-то поменяйте но не полностью а так чтобы это предложение было хабар его стал джумлей и сми так постарайтесь слова не выбрасывать а модернизировать не просто взять Мухаммеда, а дальше что хотите, то делайте остаются слова модернизируйте их что-то добавьте так, уже пошли так, сестры ну, во-первых, да, прошу предложение, которое было бы максимально сохраняло все слова которые есть данные куда я дай папе сара написала такой пример сейчас копирую и ну, просто хочу от вас обратной связи остальные пишут свои примеры в любом случае да, то есть я не еще пока не отменяла то есть такой пример Мухаммедун мударь си джадид по примеру сары что скажете слово сестры где здесь хабарнию да, все пишут разные сестры учитесь следовать инструкциям ну, говорю ну, давайте сейчас по предложению сары и ваше предложение тоже мударь с хабар пишут микрофон включать и говорить или писать ну, пишут сестры но кто нет, по этому примеру поэтому можете, да, прокомментировать джумля и сме да, хабар вот это вся часть вторая то есть вот это вы имеете ввиду джумля и смеха ну, я предполагаю по этому примеру да так хорошо а кто еще думает что это джумля и смеха сестры вот экран где где пример пример на экране не видите экрана вот экран первый был пример мухаммед мударь сунджадид сестра дала другой пример мухаммедун мударь си джадид и сестра другая предположила или и теперь я спрашиваю верно она предположила или нет что мударь си джадид это хабар джумля и смех джадид хабар джадид хабар уже пошел нет там нет разве мударь си мударь мударь и мударь си хабар хорошо давайте так плюсики для начала хабар в этом предложении джумля и смея плюс или минус если джумля и смея пишите плюс если хабар здесь не джумля и смея что-то другое пишите минус давайте так начнем с этого кто куда кто в лес кто подробно говорит каждый на своей волне так в основном минусы да ну есть у нас два плюсика три плюсика еще не все ответили джумля и смея даже ну сара свое предложение джумля и смея так как было задание поставлено джумля и смея сделать сделать из предложения мухаммедун мударь и сунджадид хабар чтобы переделать джумля и смея хорошо но не все согласны теперь момент смотрите вернемся к тому что мы говорили про джумля и смея джумля и смея но когда это как хабар идет ну во первых она начинается из из изма ну здесь вроде подходит начинать и что я вам говорила какие обязательно должны быть еще дополнительные критерии чтобы мы понимали что это не просто какое-то отдельное предложение а именно хабар к этой данной муптаде чтобы это оно сочеталось как джумля и смея что у нас было давайте вспоминаем то кто вспоминает пишет что еще дополнительное говорила должно быть чтобы это у нас было да должна быть связь должна быть связь а какая здесь связь между словом мухаммед и между мударь и си и джадид где между ними связь есть слово мухаммед мой учитель новый то есть имеется ввиду чтобы это было как предложение то есть в этом то есть по сути если правильно сказать или это это не является предложением это если если бы даже сказать грамматически это да вот отдельно будет мой учитель новый но кто учитель это точно не мухаммед если бы скорее всего как вы хотели сказать то есть мухаммед мой новый учитель тогда что нужно сделать поставить здесь артикль тогда будет мухаммед мой новый учитель это будет тогда грамматически правильно потому что так оно грамматически неправильно так как будто два вообще разных ну просто мухаммед а это мой новый учитель они не связаны никак Так, если мы поставим здесь артикль, когда будет «Мухаммед мой новый учитель», то есть потому что здесь «Муарр-биль-Илафа» «Мудар-рис» и «Мой учитель», и тогда «Сыфа» к учителю должна быть в определенном состоянии. Но это «Хабар-Муфрад», потому что здесь может быть просто вот так. Ну, забрать Аль-Джидид будет «Мухаммед мудар-риси», «Мухаммед мой учитель». То есть учитель, здесь также само учитель будет «Хабаром», как и здесь. То есть это «Хабар-Муфрад». Просто он будет «Мудар», у него будет «Мудар-Филей», и у него будет еще «Сыфа». То есть дополнительно еще второстепельное предложение будет больше. То есть вывод такой, что это, ну вот это, то, что с артиклем я дописала, это не «Хабар», вот здесь «Мухрад», не «Хабар-Иссми», это просто «Хабар-Муфрад», а то, что было написано, то вообще, в принципе, никакое не предложение, оно даже не связано, потому что у нас должна быть связка, а связки в таком предложении не было. Теперь сделайте еще раз, еще раз даю задание, которое было в начале. Сделайте такое предложение, из первого предложения, свои варианты пишите, полностью предложение, вот все слова, в котором, переделав что-то, мы сделаем из этого предложения, вот, из первого, из «Хабара-Муфрада» сделаем «Хабар-Джумля-Исмия». Сестры, не один человек пишет, а все. Если даже неправильно, ничего, пишите неправильно, я тогда вижу, что вы не поняли, и вам еще раз объясню. А так все молчат, все, вроде и поняли, и не поняли, непонятно. Давайте будем как-то вдруг… Выше я не вижу. Пишите полностью предложение, от начала до конца, чтобы не было что-то там, дописали одну букву какую-то, откуда я знаю, куда вы ее хотите поставить. Я не поняла эту тему. Ну, хорошо, вот, давайте, забудьте, что вы не поняли, и начинайте понимать, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Вот. То есть у нас все остальные… Хорошо, вот несколько сестер. У Мабдулла, предложение вы написали, в принципе, хорошее, но оно не соответствует заданию. Задание было написать так, чтобы минимально изменения сделать, оставить предложение, первоначальном его видеть, что-то немножко добавить, а вы вообще другие слова поставили, оставить только мухамм. Поэтому некорректно этот, хотя предложение, ну, могли рассмотреть. Хорошо. Так, ум-то с ним, у вас некорректное предложение, что-то вы там все намешали. Сейчас. Так, хорошо. Смотрите, каждый написал там свое, и я сейчас прокомментирую вот это предложение, и кто хочет, чтобы его предложение, остальные все предложения, какие тут были, они все не подходят, остальные. То есть у них неправильно что-то. Если кто-то хочет, чтобы его именно предложение разобрали, напишите его еще раз и скажите, что, почему мое предложение не подходит. И мы его разберем. Мухаммед мударисугу дядид. В данном предложении это действительно джумля и смия. Почему? Скажите, ну, тут же было то же самое. Например, давайте я вот вспомню. Тут было и только, да, и скажите, ну, это же то же самое, но только тут и, а тут гу. Хорошо. Объясняю еще раз. У нас должна быть обязательно связь, про которую я говорила на прошлом уроке. То есть должно быть понятно, что у нас вот эта джумля и смия относятся к муптаде. Если вы говорите, Мухаммед, мой учитель нобыль, при чем тут вы, вас вообще тут не упоминали. Здесь упоминали Мухаммед. Поэтому, если вы хотите его связать, вы должны сказать, Мухаммед, его учитель новый. То есть, по сути, если разобрать, учитель Мухаммеда новый, это смысл предложения. Мухаммед, его учитель новый, там, скажу, например, девочка, ее мама красивая, ну, допустим, в таком же смысле. То есть, Мухаммед, его, тут есть рабит, обязательная связь, это не я, которая про меня, я при чем здесь, в этом предложении вообще про меня ничего не говорилось. Мы не можем, если бы сказала она, мудариси джадид, тогда, ну, как бы я уже, ко мне бы возвернулась. А здесь это гу должно быть, потому что рабит должен вернуться на муптадун, или что-то, что было бы понятно. Да, то есть, Мухаммедун мударису гу джадид. И здесь вот отдельно, вот это предложение является, если мы заберем Мухаммеда, просто его нету, то вот это полноценное предложение, где есть муптада мударис, он одновременно и мудав, и есть мудав илей, то есть гу, и у этого, у этой муптады мударис есть хабар джадид, то здесь этот джадид относится к этому предложению, то есть это хабар к мударису гу. А все предложение, что его учитель новый, то есть этот, это извещение относится к Мухаммеду, то есть учитель, мы говорим, его учитель новый, чей учитель? То есть Мухаммеда, это все относится к извещению Мухаммеда, что у него, например, скажите, Мухаммед, его машина новая, его машина там красивая, его машина, не знаю, там что-то там с ней случилось. То есть у нас должна быть обязательно связь, и хотя это предложение было бы правильным, если бы был здесь Балмир другой, чтобы его сделать правильным, но не джумлях и смея, то я вот добавила здесь артикль. Хорошо. Мухаммед, нударисую, джидидун, да, просто я не поняла, джидид с артиклем или без. Смотрите, ну здесь вот был без артикля. Первый вариант, который я написала, потом я вот исправила, артикль добавила. Первый вариант был без артикля. Без артикля это предложение вообще грамматически неверно. Да, если вот в этом формате. Ну если здесь поставить «Ана», или вот здесь поставить «Гу», тогда оно относится к Хабар, к этому, потому что Хабар зачастую стоит в неопределенном состоянии, но это как бы, ну в основе, потому что это как новая информация, извещение, но не всегда, потому что это бывает так, что, например, имя, я говорю, Мударисей Мухаммед, мой учитель Мухаммед, ну имя априори, оно определенное, хотя артикля там нету, оно определенное, то есть, ну определенное приходит, но не всегда не определенное. Ну в основе, зачастую приходит в неопределенное. Так, тоже ведь подходит. Мухаммед, то ли бунджидид? Нет. Значит, спрашивают по поводу этого предложения. Сейчас спикрую. Хорошо, напишу, не хочет писать, копируется у меня. Смотрите, сестры, ко всем вопрос. Мухаммед, Палибун, огласовки, сами себе пишите уже в тетрадке, потому что еще, ну как бы долго будет, если будет писать огласовки. И такая, быстро напечатанная. Мухаммед, Палибун, джидид. Почему это, почему здесь, я говорю, что Хабар не является Джумля Исмия? Почему не является? Да, это Хабар Муфрак. Действительно. Почему? Потому что то же самое, что вот в первом. Это Мухаммед, Мударисун, Джидид или Палибун, Джидид. Какая разница? Мударисун, вы можете назвать кого хочешь, учителю, новый или студент. Потому что Джидид это сифа. Палиб, просто Мухаммед, Палиб здесь. Мукта да Хабар. Это сифа. Это второстепенные члены предложения. Основные и главные члены предложения Мукта да Хабар. И у нас нету чего, нету Рабита. Смотрите, чтобы Джумля и Смия. То есть и Джумля и Смия, во-первых, ее основная отличительная черта, что оно, как правило, начинается на Исим. В основе или из главных членов предложения это будет Исим. И если это в роли Хабара, это Джумля, то у нее обязательно должен быть Рабит. А какой здесь Рабит? Палиб, Джидид, новый студент. С чем он связан? Ни с чем не связан. Просто словосочетание новый студент. Если бы вы сказали Мухаммед, там, например, Палибу, Джидид, ну, допустим, он, не знаю, какой-то учитель, предположим, какую-то историю придуман, да, как здесь его учитель там новый, а здесь его студент новый. Ну, типа, у него там какой-то новый студент появился, он учитель и так далее. был бы тогда Рабит Гу, да, его нету этого Рабита, значит, это не джумля, это просто Палиб, Хабар Муфрад, Джидид, тут цифра, это второстепенное членное предложение, не путайте, если много слов, это не значит, что это стало предложением, Хабаром предложением, да, у вас может быть Палибун, там, Палибу Фильмадраса Тильджадид, новый студент школы, ну, что там, это, это Мудав, Мудав Илей и Сифа, то есть, это не, только Мудав является изначально еще и Хабаром, поэтому, все равно это Хабар Муфрад будет, наличие много слов, это не значит, что это как-то, это может быть просто второстепенно членное предложение. Джумля Исмия должна состоять из Муктада и Хабара, да, обязательно, то есть, Джумля Исмия это полная Джумля Исмия, вот, например, Мухаммеден, Мударисун, Мударисун, вот, Джумля Исмия, мы можем ее поставить, например, сказать, там, там, Мухаммед, он сейчас не приходит, как его там обыграть, но, то есть, если какой-то Джумля, например, скажем, ну, не Мухаммед, а Мударисун, там, например, Ораджун ставим, да, там, или еще что-то, то есть, у нас должен быть Раббит, мы это же предложение можем переделать, сделать его в каком-то формате Хабаром, но у нас обязательно должен быть Раббит, иначе это просто два отрывистых каких-то фразы, которые никак не связаны с друг другом, чтобы мы понимали, что это Хаббар, у нас должно быть какой-то Раббит, связь между Муптадой и Хаббаром, то есть Раббит это должен связь, возвращаться к Муптаде, сначала понятно здесь, да, хорошо, можно спросить, почему в первом случае обязательно там, где Хаббар, Джун, Лесми, его нет, потому что, смотрите, Разият, потому что это сифра, в этом случае это сифра Мудариси, мы, вы же учитесь на этом, мы учились, что если у нас Мудав, и Мудав, Мудав, у которого Мудав и Лей в определенном состоянии, он делает слово Мудав в определенном состоянии, то есть он Мудав, вот этот Мударис определенный, почему, потому что у него есть слитное местоимение, слитное местоимение, это имя, которое в определенном состоянии. И оно является мудаф-илей. Если мудаф-илей в определенном, то он и делает мудаф в определенном. И теперь, если нам надо сифу к мудафу поставить, то нам надо эту сифу сосчитать. У нас же сифа, мы с вами брали это, должна сочетаться в главных четырех категориях. Род, число, падеж, состояние. Род, джадид, джадид. Это мужской род. Число, единственное-единственное. Муфрод, падеж, тут получается морфо, здесь морфо. Состояние, здесь определенное. Почему? Потому что это определенное бель и луафа. Поэтому это сифа к нему. А здесь, ну, здесь мы сказали, это вообще неверно, это не предложение, неверно. А вот здесь это джумля. Это хабар к слову мударис. Это хабар к слову мударис. А хабар у нас, то есть у нас его учитель, что с ним, что, какая новая информация? Новый. То есть новый учитель. Это хабар. Это вот хабар к слову мударис. А целиком, то есть как вам объяснить, вот это хабар к мударис. А все вместе джумля и смия, вместе взятая, является, ну, как бы, на месте хабара к слову мударис. Уаяки. Угу, понятно. Да, поэтому здесь, здесь тоже хабар, в этом вот маленьком предложении джумля и смия, то тоже хабар муфрод. Но хабар к мухаммаду будет джумля и смия, которая имеет свой рабит обязательно. Нету рабита, нету, как бы, связи между ними, значит, это не подходит. Здесь тоже мухаммад палиб, то же самое, как здесь, то же самое, просто мистер мударис палиб стоит. Уаякина. Понятно. Хорошо. Если кому-то еще непонятно, и есть какой-то ваш пример, который бы вы хотели, чтобы я разобрала. Напишите в чате по поводу джумля и смия. Да, то есть джумля и смия мы сейчас смотрим. Так. Вот. Или какой-то вопрос. Я тоже поняла. Айхамдулля. То есть обязательно, обязательно должен быть рабит. Нету рабита. Все. Никуда не подходит. Как еще можно видоизменить это предложение? Ну, допустим... Ну, можно сделать сейчас, вот как раз попробуем сделать джумль-фиалии, например, с него. Ну, по-другому... Ну, здесь только рабит гу, по сути, может быть. Потому что, чтобы вернуться к Мухаммеду, вы другого ничего не придумаете. Ну, в принципе, нет. Можно придумать. Можно, например, и даху поставить. Например, мудар рису... Мудар рису ибниги джидид. То есть поставить рабит не к самому слову. Да, вот напишу вам. Только будет более такое расширенное еще. Например, сделаем... Мухаммедун мудар рису ибниги, то есть здесь ибниги джидид. То есть здесь, смотрите, здесь рабит будет не к слову, около... Вот это будет все джумля и смея. То же самое будет мудар рис муптада джидид хабар. Но здесь у нас будет это муптада, еще одновременно является мудав, у которого есть мудав или ибни, да, ибни. И у этого мудав или ибни, оно одновременно тоже мудавом является, то есть как бы тройная идафа. И ги, вот это будет мудав или ибниги чей, да, то есть мудар рису ибниги, то есть ибн ги, вот это возвращается куда? На Мухаммед. То есть здесь рабит вот... Видите, рабит вот. То есть можно еще, да, там, не ибн, а еще что-то другое там или придумать. Или сказать, ну, можно, если пока... Вот можно, сейчас мне пришло еще в голову, например, сказать «Мухаммед», например, «Саярату мудар рис и ги», опять же. «Мухаммед», да, уже поставить мудар рис как мудав. Ну, тогда джадида надо будет поставить здесь, потому что саяра женский род. Ну, если бы я там поставила что-то мужского, то осталось бы. «Мухаммед сияра ту мудар рис и ги джадида». То есть вот, опять же, рабит, обязательно есть, это вот он. Да, Мухаммед, машина его учителя новая. Ну, это как вот уже пару вариантов придумали. Еще можно придумать, если хорошо подумать, еще из десяток. Хорошо? Еще понятно или еще что-то добавить тут? Хорошо. Хорошо, давайте теперь как раз вот второе то, что я говорю. Давайте ваши примеры. Как мы сделаем из этого предложения? Ну, Мухаммед, нам, Мухаммедун, мудар рис и ги дид. Кроме Домира, может быть, другой рабит? Ну, в основном, Домир. Домир мудта сэлель, мудта сэлель, мудта сэлель. Не припомню, что в другой рабит, может быть. Так, примеры пишите, сестры. Ну, там будет джумля сэлля. То будет джумля сэлля, если леви. Надо еще продолжить тогда. Например, Мухаммед, а леви. Мудта сэлли, мудта сэлли, все равно джидид. Там... Тогда нужно продолжить. Это уже это. Мухаммед, учитель которого новый, и что? Нужно хабар. Нету хабара. Это джумля сэлля, она не дает... Еще должна продолжить, например. Учитель, там... Мухаммед, учитель которого новый, там, высокий. Да, то есть вы как бы уточняете. Вот это джумля сэлля, она как бы уточняет что-то. Но вам нужно еще тогда хабар одеть. Повторите вопрос. Делаем из этого предложение. Ваш пример, чтобы хабар уже был не джумля исмия, а джумля фиалия. Да, мы говорили, что хабар может быть как джумля исмия, так и джумля фиалия. У нас, в принципе, два есть вида предложения. Или фиалия глагольная, или исмия именной. Про именной мы только что посмотрели, как бы преобразовали, заменили, сделали его. А теперь глагольное предложение. То есть глагольное предложение – это что, которое начинается с глагола. глагольное предложение, начинается с глагола. Так, примеры. Да, да, хорошие тут примеры, спокойно. Да, тоже вот хорошее предложение. Ну вот пишет Ум-Саид, например, возьмем одно предложение. Мухаммадун дагабамутэр-рисугу или аль-мадреса. Ну, можно сказать, да, чтобы джидид туда еще вставить, чтобы его не забрали. Ну, хорошо, как бы чуть-чуть. Не все оставили, но как вариация, да. То есть Мухаммад – это муптада. То есть у нас, смотрите, у нас это все равно осталось в общем месте. В целом это именное предложение. Но хабар в нем, смотрите, Мухаммад. И потом дагаба мударь-рисугу. И опять же есть хабар, вернее рабит в этом предложении глагольном. То есть ушел или пошел его учитель в школу. Чей учитель? Его учитель. То есть Мухаммад, его учитель, пошел в школу. То есть есть связь. Хотя это отдельное предложение. Его учитель пошел в школу может существовать. То есть здесь глагол есть. Файль, да, то есть то, что мы брали у нас. Файль и файль. Файль всегда идет после глагола. Если у вас впереди идет, то это будет муптада. Это уже будет джумля. Файль, если у вас, например, иногда говорят, там, Ахмаду дагаба или дагаба Ахмаду, как правильно. И так и так может быть. Но есть как бы определенные иногда изменения в глаголе в зависимости от того, где стоит он. Потому что если впереди глагол, то это будет джумля файль. И то, что после него это будет файль. Файль, а если глагол идет после, то это будет джумля исмия, у которой будет хабар в виде джумли файли. И тогда обязательно должен быть вот этот рабит. Обязательно должен быть рабит быть. Да, значит, здесь будет у нас... Ну, мударисун, это будет уже... Мударису Гу, это будет файль, да? Файль, мудав и мудав и лей. И вот этот мудав и лей, гу, он и будет рабитом к Мухаммаду. Еще было какое-то хорошее предложение. Ну, вот я хотела и... Ну, как... Для примера взять. Смотрите. Сестра пишет. Мухаммадун загаба мударисугу. И здесь джидид стаила, да? Иля суг. Что, сестры, это предложение. Как вы думаете, ну, во-первых, нету никаких замечаний к нему? И является ли здесь в нем хабар джумля фиалия? Является ли хабар джумля фиалия? Что ты тут вижу? Мама... Что ты там делаешь? Что ты делаешь? Мама... 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 Так, пишут... Мударису язгабу иля... Мадра... Езгабу... А, Мухаммад езгабу иля... Ага, это будет следующий мешок. Мухаммад... Джумля фиалия, ага, джадид. Не хватает артикля. Смотрите, опять же, это... Возвратимся вот к этому предложению. Мудариси ль-джадид. То же самое. Мударису гуль ль-джадид. Здесь нужен артикль, чтобы это было сифок мударис. Да? Потому что иначе оно не сочетается, непонятно это к чему. Так, да, это будет у нас джумля фиалия. Хабар, джумля фиалия, а в общем предложение исмия. Джумля исмия, у которого хабар, джумля фиалия. Потому что хабар, он бывает только в джумле исмия. Не забываем. Когда мы говорим про виды хабара, то мы говорим в принципе про джумля исмия. У которой в этой джумле исмия может быть хабар, джумля фиалия. Или еще одна джумля исмия, как была вот в предыдущем. Так, еще какой-то был хороший пример. Только что прочитала и уже... Так. Ну... Ну вот, такой похожий, но очень другой. Мухаммадун езгабу иля мудариси гиль джадид. Да, тут уже... Тут был у нас глагол, как бы к мударису относился. То есть не к муптаде, да, сам глагол. А тут интересно, что Мухаммад езгабу, то есть Мухаммад идет к мудариси гиль, да, к своему новому учителю. Мухаммад идет к своему новому учителю. И здесь вот то же самое, как здесь. Но здесь это уже будет мудариси гиль джадиди, потому что после иля идет маджрут. И теперь вопрос... Ну, вопрос... Ну, хорошо, здесь чуть-чуть... Хорошо, давайте так. Где здесь раббит? Где здесь раббит в этом предложении? Бомиргу. Нет, да, ну здесь на самом деле хорошо. Видимый, тут даже несколько есть раббитов. Ну да, или модель рейси гиль, здесь, видимо, если брать по аналогии предыдущим, это как бы явно видно этот раббит, можно его сказать. А если я сделаю такое же предложение, только здесь поставлю, ну просто, или Аль-Мадрасе, например. Мухаммадун, я забу или Аль-Мадрасе. Какой здесь хабар? Какой здесь хабар? Ну, вид, я имею в виду. Вид хабара какой? Вид хабара какой? Так, уже пошло три варианта. Ещё больше. Ещё осталось варф сказать. И всё, всё закончим. Все вариации. Так, это глагольное предложение. Ну, в общем, это именное предложение. Мухаммадун, я забу, Иль-Аль-Мадрасе. Но он то же самое, как здесь. Но здесь просто место, так как был модель, просто его забрала и добавила Аль-Мадрасе. И теперь, если это фиаль, джумля, хабар, джумля, фиали, где тогда у него рабит? Где тогда у него рабит? Связь. Где связь? Смотрите, когда мы джумлю, фиалию разбирали, мы что говорили? Что у нас, даже не джумля, фиалия, а когда говорили фиаль, когда какой он бывает? Он бывает у нас явный, видимый. То есть я скажу, я забу, мухаммадун, вот будет вам видимый фиаль. А если я говорю, я забу, и его нету этого. И у нас был фиаль, какой? Бомир мустатир, спрятанный, да? Здесь джуман или джумазан? Мустатир. Джумазан или уджуман? Джумазан, уджуман, два варианта сразу. Джумазан. Да, смотрите, если мы можем поставить его, да, я забу, мухаммадун, например, в принципе, как вариация, это может быть. Значит, это будет джумазан. Если это будет нельзя, значит, это уджуман. Здесь, по сути, мы можем поменять местами. Да, или поставить. Поэтому это будет с гуа, там будет джумазан. Значит, будет дамир, фай, дамир, мустатир, джумазан, тагдиру гуа. И вот этот гуа, который дамир мустатир, то есть мы понимаем в этом глаголе, что именно гуа, хотя мы не произносим его, да, но мы в глаголе его тоже не произносим, но мы понимаем, что я забу гуа, а не гея, например, или что-то. И вот этот дамир мустатир, он является здесь рабитом, потому что мы его понимаем, что мухаммад езабу, да, он является рабитом. То есть видим, что рабит бывает еще мустатир. Мустатир, ну вот в глаголах, с такого плана. Хорошо, и последний, так как время у нас подошло к концу, последний вопрос. Если я сделаю это же предложение, но поменяю. Мухаммад и езабу. То что у меня произойдет? Что уже можете? Каждая пишет. Так, сейчас поставлю, чтобы мне тут написали. Каждая пишет, что теперь я сделала, что это за предложение, что вы можете про него сказать. Так. Значит, да, это предложение, ну в основном все так и написали, некоторые, конечно, не так, но правильный ответ, это будет, что это предложение стало джумля фиалия. Это стало джумля фиалия, просто уже джумля фиалия. И здесь мы уже в принципе не говорим про какой-то хабар. Потому что джумля фиалия у нас в основе, у нас какие главные члены предложения? Это фиаль, язабу, да, фиаль, мударя, марфу, аля мутарафи, адамма, азахира, вал фа'иль, на что? Мухаммад, мухаммадун, фиаль, ой, фа'иль, марфу, аля мутарафа, аля мутарафа, адамма, опять же, азахира, да, на суре, или, там у нас, джарумаджрур, тоже связан уже с язабу. То есть, по сути, это у нас обычное глагольное предложение, здесь уже про какой-то хабар мы не говорим. Да? Вот. Хорошо. Ну, вот такое немножко было повторение и с этим всем.